Радость в роды родов Книга пророка Исаии, 60 глава, с 10 по 22 стих Тогда сыновья иноземцев будут строить стены Твои, и цари их служить Тебе, ибо во гневе моем я поражал Тебя, но в благоволении моем буду милости в Тебе. И будут всегда отверсты врата Твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к Тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народ и царство, которые не захотят служить Тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придет к Тебе, кипарис и певг и вместе кедр, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих. И придут к Тебе с покорностью сыновья угнетавших Тебя, и падут к стопам ног Твоих все, презиравшие Тебя, и назовут Тебя городом Господа, Сионом Святого Израилева. Вместо того, что Ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через Тебя, я соделаю Тебя величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я, Господь, Спаситель Твой и Искупитель Твой, сильный Яковлев. Вместо меди буду доставлять Тебе золото, и вместо железа серебро, и вместо дерева медь, и вместо камней железо, и поставлю правителям Твоим мир и надзирателями Твоими правду. Не слышно будет более насилия в земле Твоей, опустошения и разорения в пределах Твоих, и будешь называть стены Твои спасением и ворота Твои славою. Не будет уже солнце служить Тебе светом дневным, и сияние луны светить Тебе, но Господь будет Тебе вечным светом, и Бог Твой славою Твоею. Не зайдет уже солнце Твое, и луна Твоя не сокроется, ибо Господь будет для Тебя вечным светом, и окончатся дни сетования Твоего. И народ Твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль, насаждение моего, дело рук моих, к прославлению моему. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в Своё время. Размышления, часть первая. Град Божий. Книга пророка Исаии, 60 глава, с 10 по 16 стих. Божий народ больше не будет угнетаем чужеземцами. Хотя Бог какое-то время использовал враждебные Израилю народы для его наказания и научения, теперь Он явит великую милость и благоволение, и восстановит город. Народы помогут отстроить городские стены, а противники Израиля погибнут. В те дни Божий народ будет называться городом Господа и сделается гордостью и радостью для всех поколений. Почему Бог все это сделает? Чтобы показать Своему народу, что Он Его Спаситель и Искупитель. Все, что творит Бог, Он совершает для нашего блага и для того, чтобы открыть нам Своё непревзойденное величие. Какие воспитательные меры Бог применял к Вам? Как Его наказание способствовало Вашему восстановлению? Размышления, часть вторая. Не будет больше скорбей. Книга пророка Исаии, 60 глава, 17 по 22 стих. Исаия пророчествует, что когда Господь восстановит Свой народ, Он благословит Его и дарует Ему мир. Воин и насилие больше не будет. Бог сохранит Свой народ. И Его спасение будет для Него как стена. Его народ больше не будет нуждаться ни в солнечном, ни в лунном свете, потому что слава Господня будет вечным светом для Него. Мраку и скорби придет конец. Можете ли Вы представить себе это место, где нет ни греха, ни насилия, откуда вечный Божий свет изгонит всякую тьму и печаль? Место, где царит мир, и ничто не препятствует наслаждаться Божьим присутствием. Бог обещает Своему народу, что в свое совершенное время приведет Его туда. Расстраивает ли Вас нынешнее состояние мира? Принесите это Богу в молитве и доверьтесь Ему. В свое время Он установит полный и совершенный мир. Молитва. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что настанет день, когда Твоему народу больше никогда не придется сталкиваться с тьмой, потому что Ты будешь Ему вечным светом. Пусть эта истина глубоко укоренится во мне. Помоги мне ходить в Твоем свете. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Здравствуйте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...